По вашей информации, могут полететь в ближайшее время головы с разных плечах в погонах за то, что не могут ничего сделать с вот этими протестами, не могут остановить паломничество к могиле Навального и к разным другим мемориалам, куда люди несут цветы по всей России. Вы думаете, что до такой степени там нервничает Путин, что готов отправлять всяких силовиков в отставку? Ну, знаете, там не совсем так. Я думаю, что силовики подставились в момент, когда вообще устроили вот эту вакханалию с телом, значит, когда решили его не отдавать. И они раскрутили скандал, они его максимально подогрели. Вот в этой ситуации они Путина подставили, потому что сначала они его не отдавали, а в конце концов все равно сдулись и отдали. И это худший сценарий. Сначала ты демонстрируешь то, что ты изувер какой-то, а потом ты сдаешься. Ну, то есть еще и слабость демонстрируешь. А вы верите в то, что они всерьез хотели не отдавать тело или заставить матч? Нет, я абсолютно уверен, что они не хотели, хотя они точно не знали, что надо делать. То есть они рассматривали разные варианты отдать потом после выборов, дескать, пусть пока хоронят. Ну, то есть они понимали, что отдать тело – это значит нарваться на риск вот таких выборов, которые мы получили. Поэтому они решили, что лучше подождать и отдать после выборов. Ну, либо вообще, если удастся. Понятно, всегда в таких ситуациях есть сторонники совсем радикальной точки зрения и сторонники умеренной точки зрения. Ну, радикалы предлагали вообще похоронить тело где-нибудь тайком. С Пригоджиным же удалось, так сказать. Ну, так и здесь то же самое сделаем. И здесь удастся. Кто-то предлагал чуть менее экстремистский вариант отдать, поддержать там под видом экспертизы, так сказать, и отдать потом уже после выборов, дескать, пущая, потом хоронят. Ну, после выборов, понимаете, будет в любом случае спад, значит, такой спад оппозиционной активности. Ну, все равно, поскольку формально Путин победил, будет у людей ощущение, что, так сказать, плеть и обухо не перешибешь, значит, зря старались. И, ну, как бы будут разбиты какие-то ожидания, да. И в этот момент, конечно, похороны, ну, действительно были бы для властей более удобны, чем вот то, как у них получилось. Но, в конце концов, они были вынуждены тело отдать, потому что я так думаю, что, ну, у меня нет другого объяснения, кроме того, что они увидели, что социология просто аховая против них. Ну, прямо вот. Причем в глубинном народе не либеральные там группы, конечно, на либералов они давно уже плевать хотели. А именно вот их самый глубинный народ, потому что, ну, конечно, представить себе, чтобы это глубинный народ, который воспитан пропаганды в традициях вот этого уважения там к старшим, там, к мать, фигура матери сакральная. Ну, это же все традиционные семейные ценности, которые Путин пропагандирует с утра до вечера, да. И, значит, вот мы привыкли, что мы такие за традиционные семейные ценности, и вдруг матери, значит, тело убитого сына не отдают. Да, да еще и издеваются там, говорят, скоро там он испортится, так сказать. Как этот следователь матери сказал, да, что, типа, время работает против вас, труп, труп, типа, портится, как-то так он сказал. Как вы думаете? Я думаю, была социология. Я думаю, была... А? Я имею в виду тогда, когда все-таки решили отдать матери тело и разрешить похороны. Пусть на далеком кладбище на окраине Москвы, но, тем не менее, разрешить похороны и отдать тело. Это сверху... Конечно, это решение Путина. Даже если он не принял это физически, это решение, да, то, значит, он отдал право, условно, Патрушеву, там, значит, принимать решение. Ты сказал, все, не хочу про это ничего слышать, давай занимайся, это твоя ответственность. Да, ну и дальше уже Патрушев действовал. Но, опять же, имея в виду, что, на самом деле, он не то, чтобы сам действовал, а просто пытался, значит, сделать так, чтобы Путину это максимально понравилось. Ну, вернее, сделать что-то в этой ситуации, чтобы Путину понравилось нельзя, ситуация проигрышная. Ну, сделать так, чтобы по минимуму синяков и шишек-то самому получить. Потому что понятно, что с точки зрения Путина силовики сильно, значит, его подставили, когда вот эту историю устроили, да, сначала не отдаем, потом отдали. Ну, то есть, подогрели тему по максимуму вообще. Ну, то есть, сделали вообще худшее, что могло быть. Вот про это я писал, Евгений, что за такие вещи, конечно, Путин может строго спросить. Потому что это действительно серьезное политическое поражение, а поражение, как говорят, всегда сирота. Не захочет Путин чувствовать, что это вот его личное поражение, да, ему легче переложить вину на каких-то там дурных исполнителей. Поэтому не исключаешь, что, да, будут последствия. Ну, будут последствия, вполне возможно, у Кириенко, который подставил Путина, с точки зрения Путина, в другом, допустил Надеждина до сбора подписей за каким-то чертом, решил в демократию поиграть, да, и в результате получилась вдруг материализация протеста. Два года их не было видно, не слышно, а потом материализовались вдруг. Почему материализовались? А потому что Надеждин допустили до сбора подписей. Вот ведь путинская логика, понимаете. И Кириенко в этом смысле подставился капитально. То есть они на самом деле в ходе этой кампании подставились все. Что Путин уделал? Я вот не знаю, как ему всех увольняют, потому что, ну, а кто работать-то будет? А вопрос у меня вот какой. Это как раз, извините, про разного рода соображения, я бы сказал, такие метафизические, религиозные. Вам не приходилось никогда слышать, что это решение Путина связано с какими-то мистическими соображениями? Мне приходилось, например, читать, что кто-то из блогеров писал, наверное, Путину какие-нибудь там старцы, или, может быть, митрополит Тихон Шевкунов посоветовал, не гневи Бога, или не гневи Богородицу. Вы имеете в виду вот это решение разрешить? Я имею в виду это решение все-таки разрешить. Я не исключаю. Я просто ничего такого не знаю, поэтому я свожу все к политическим резонам. А не исключаю, что и этот фактор тоже имел место быть, потому что, ну, я точно знаю, что в целом, ну, то есть я не знаю вот про эту конкретную историю, да, но в целом я знаю, что, конечно, они все там склонны к мистицизму. Там не просто такое обычное ортодоксальное, так сказать, православие, а смесь православия. Я думаю, они, например, как Гитлер считают, что... Вот как у Гитлера тоже, он же любитель был оккультных практик, всякого мистицизма там, да, у него, помните, Шамбала постоянно какая-то там, экспедиции в Кибет, поезд Грааля и так далее. И вот здесь тоже такая штука, значит, ну, для простых людей, вот, так сказать, для массовки, да, там, обычное ортодоксальное православие, а для нас, так сказать, людей продвинутых, какое-то некое сакральное знание там, более высокого уровня, да. Ну, то есть они в целом, значит, очень высоко смотрят, так сказать, на народ, да, они искренне считают, что они, вот, белая кость, так сказать, новая аристократия, да, и обычно такое мировоззрение, такое, вот, мироощущение, оно оформляется еще и в, ну, с помощью соответствующих идеологий. Поэтому, ну, я знаю, что, да, они действительно интересуются вот этими всякими оккультными практиками, значит, шаманизмом там, значит, ну, наверное, шаманизм нельзя назвать оккультными практиками. Короче, какие-то вот есть и оккультные практики, есть, значит, традиционные восточные религии типа шаманизма, какие-то элементы буддизма, я знаю, что они даже там отряжают туда экспедицию, хорошо финансируются, Ковальчук финансирует эти проекты, может, еще кто-то финансирует, но Ковальчук точно финансирует, вот, и Любовь Совершаева у него курирует эти проекты, значит, и они там туда... Любовь Совершаева. А это кто? Я, извините, грешен, безграмотный... Ну, это одна из самых близких к Ковальчуку политических менеджеров. Она, значит, возглавляет его, ну, там, типа, председатель своей директоров его медиафолдинга, ну, то есть не управляющий, а вот наблюдатель, да, она, если не ошибаюсь, до сих пор занимает должность замполпреда президента СЗФО в Северо-Западном федеральном округе. Может быть, ушла там, не очень внимательно за ней слежу, вот, но долгое время занимала, во всяком случае, эту должность, может быть, даже до сих пор занимает. Вот, и она, так сказать, ну, как вот... Она, может быть, даже ближе, я бы сказал, к Ковальчуку, чем даже Кириенко. Вот. Ну, и, в общем, вот, я знаю, что один из проектов, который она курирует, это вот как раз вот эта всякая такая история. И это все, ну, там, лично от Путина идет. То есть Путин всем этим интересуется. Поэтому, может быть, и здесь тоже была какая-то вот эта мистическая составляющая. Просто, повторюсь, я о ней не говорил, потому что вот применительно к этой конкретной истории, ну, у меня никакой информации по этому поводу нет. А вот еще вопрос, который, скажем так, покасательный затрагивает тему смерти Навального, похорон, предстоящих выборов. Вот многие сегодня обсуждают историю о том, что Юлия Навальная отказалась принять приглашение президента Байдена, Белого дома, присутствовать на его выступлении перед двумя палатами Конгресса США, перед Сенатом и Палатой представителей, с ежегодным посланием о положении страны. Как вы думаете, с чем это связано? И правильно ли это решение? Ну, у меня нет оснований не доверять той информации, которую обнародовала она сама, устала. Ну, действительно, муж убит. У человека в такой ситуации вообще-то ноги будут отниматься, да, а ей пришлось вон какую-то свистопляску выдержать в этой связи, да. Поэтому вполне возможно, что просто действительно физически сильнее. Но, конечно, лучше бы она это нашла. Отвечаю уже на ваш второй вопрос. Конечно, это ее не красит. Это не катастрофа, не то, чтобы, значит, это такой удар, после которого ты не поднимешься уже. Нет, конечно. Но у нее есть пока определенная степень, так сказать, тефлоновости, то есть такое благожелательное отношение значительной части аудитории. Поэтому пока она может себе позволить совершать какое-то количество ошибок. Но это даже не ошибка. Я ее даже не осуждаю, потому что я сам в такой же ситуации. Это так же себя вел. В конце концов, дети у человека есть. Опять улетать в Америку, это же, ну, сами знаете, тоже несколько суток выпадет. Вот, поэтому по-человечески объяснимо, а с политической точки зрения ошибка, давайте так скажем. А как вы думаете, Юлия Навальная сможет действительно поднять знамя и стать заменой своему мужа, так как это сделала, например, Карасон Акина, да, или Суримава Бандаранаики давным-давно на маленьком острове Цейлон, или, скажем, Беназир Пхута, которая стала лидером пакистанской оппозиции после того, как был казнен ее отец, Сульфикар Алипкута. Много примеров можно привести. Сможет ли она повторить этот путь? Не знаю. Я ее личного потенциала не чувствую, не понимаю. Она же только-только появилась в публичной политике. Пока трудно судить. Вот, потенциал, исходя из ситуации, вот не ее личных качеств, о которых я ничего не знаю, а исходя из сложившихся обстоятельств, потенциал у нее колоссальный. Я бы даже сказал, что она входит в политику в более благоприятных условиях, чем входил ее муж. В гораздо более благоприятных, я бы сказал. Ну, опять же, я понимаю, что это звучит очень цинично. Ничего себе благоприятно, да, мужа убили. Вот, я не о человеческой сейчас ситуации говорю, вы же меня не об этом спрашиваете, да? Я говорю о политтехнологической составляющей ситуации в высшей степени благоприятной. Во-первых, те трагические обстоятельства, в которых она входит в политику, работают на нее, обеспечивая благожелательные отношения значительной части людей. Гораздо больше, чем просто ядро российской оппозиции. Значительное число даже вот этих носителей, так сказать, консервативных традиционных ценностей, которые со скепсием, так сказать, относятся к либерализму и гемократии, исходя из такого, ой, бедненькая, что ей пришлось пережить, ну, в принципе, ее будут слушать поначалу хотя бы. Дальше зависит от того, что она будет говорить. Но благожелательное отношение обеспечено в силу трагизма происходящего, в силу общего роста протестных настроений, в силу резкого снижения доверия к пропаганде, которая будет ее дискредитировать, вернее, уже начала ее дискредитировать. Надо понимать, что Алексей, в принципе, входил в большую политику в ситуации, когда после 2014 года рейтинги властей взлетели, доверие к пропаганде практически стопроцентное, ну, вот это то, что они назвали крымский эффект. Крымский консенсус, да. Крымский консенсус, да. И значительная часть людей узнала о Навальном в исполнении всяких там НТВшников и прочих Соловьевых, которым они верили, да. То есть не Навальный рассказал людям о том, какой он и кто он и зачем он, а Соловьев рассказал о Навальном. Сами понимаете, что он им рассказал, да. А сейчас к ним веры-то нет, к пропагандистам, понимаете. Гораздо меньше, чем это было в 14-15-16-м годах. И поэтому, что бы они там про Юлю не говорили, это все будет, так сказать, вот как с гуся вода, так сказать. Ну, в значительной степени. Понятно, что стопроцентной тефлоновости у нее нет, конечно. Но, тем не менее, это менее болезненно будет, чем это было для Алексея. То есть создать ей антирейтинг им будет гораздо сложнее, чем было в случае с Алексеем. Ну, и у нее, конечно, стартовое преимущество очень важное. Очень высокая узнаваемость, да. Для любого политика на первом этапе его узнавали, да. Да, конечно. И многие уже на этом ломаются. Да, да, конечно. Сама фамилия уже, я говорю, обеспечила ей первоначально благожелательное отношение людей. Такое, ну, просто даже человеческое. То есть не просто носители либеральной идеологии оппозиционно-мыслящие граждане ее будут слушать, а колеблющиеся. К тому же, в целом, опять же, на нее работает общая политизация населения, которое в целом не удовлетворено происходящим и пытается понять, что же происходит. Почему же так хреново-то, извините за выражение. Вроде обещали, что все хорошо должно быть, а что-то все как-то хуже и хуже. И люди пытаются понять, смотрят по сторонам. И, кстати, выборы, выборная обстановка тоже способствует политизации. И это тоже работает на нее. Да, вот, кстати, я хочу ваше внимание обратить, что появилось в интернете новое обращение Юлии Навальной. Вот буквально, пока мы с вами разговариваем, стало распространяться новое видео, где Юлия Навальная призывает выйти на эту акцию «Полдень против Путина». Она пишет, что Путин нарисует себе любой результат, но мы все равно можем эти самые называемые выборы использовать против него. Пожалуйста, смотрите. На многих каналах, я думаю, сейчас в Телеграме, и не только в Телеграме, появятся ссылки на обращение Юлии Навальной. Ну, дальше-то что, как вы думаете? Какие могут быть сценарии дальнейшего развития событий? Ну, вот, пройдут выборы, предположим, ну, выборы, конечно, берем в кавычки. Предположим, удастся провести вот эту многолюдную акцию «Полдень против Путина». И удастся сделать так, что на эту акцию обратят внимание средства массовой информации во всем мире. Что дальше? Как дальше будут развиваться события? Ну, дальше неизбежно, практически неизбежно, с моей точки зрения, некоторые провисания. Будет все равно такое вот разочарование, да. Ну, то есть все равно же формально-то Путин победил. И на какое-то время будет спад оппозиционной активности. Да, а дальше власти сами будут создавать негативную повестку. То есть они у нас всегда это делают. Начнут ли новую волну мобилизации? Велика вероятность, что это случится. Начнется ли там, начнется ли повышение там цен? Ну, там куча неприятных вещей, которые они откладывали до сих пор. Вы помните, значит, не так давно, извините, не так давно появился законопроект Министерства обороны о повышении предельного возраста воинской службы до 65 лет. Потом он исчез. Ну, то есть, видимо, там мы крикнули на них, вы что, обалдели, что ли, перед выборами такое, значит, обнародовать? А нет, законопроекта отозвали. А депутат, значит, по-моему, Артополов, который, помните, как Джигарханян говорил, «Вместе встречи изменить нельзя, языком метут, как метлой чешут». И он сказал, что, ну, это где-то выборы. То есть он так и сказал, что после выборов вернем. Он представляет до 65 лет. Ну, то есть тебя вот призвали, там человек, условно говоря, 30-40, да. И там, и все, и служи, как при первом четвертаке. Вот Путин четверть века правит, а ты четверть века там будешь в армии служить. Вот. И, короче, будут прилетать черные лебеди в виде вот таких вещей. Цены на яйца опять вверх пойдут. То есть, понятно же, они же это все пытаются максимально придержать до... Рубль опять они держат искусственно, да. Объявили же, что до конца марта, значит, обязательно продажа валютной выручки экспортерами. Потом, наверное, прекратят эту обязательную продажу. И, значит, и тогда рубль опять пойдет вниз. И инфляция ускорится. Ну, то есть будут прилетать черные лебеди, которые будут способствовать возрождению протеста. И там будет уже складываться другая повестка, новая повестка. Значит, и тут вот крайне важно отработать вот этот полдень против Путина и сопутствующие вот все действия. Продолжение следует... Продолжение следует...